Всем привет! Итак, второй день стартовал с моей партии с Дмитрием Бочаровым и, как вы догадываетесь, я был настроен крайне нерешительно и очень пессимистично. Ну, хотя бы потому, что накануне вечером, вместо того, чтобы готовиться, записывал ролик, изучал свои партии, тем не менее, постарался выспаться, что очень важно. И вроде бы мне это удалось, несмотря ни на что, ни на какие подвиги. С Дмитрием Бочаровым я очень давно знаком, мы с ним сыграли массу партий, по-моему, даже одна из победных Дмитрием у меня есть в рубрике «Памятные партии». Кроссмейстер очень сильный и Александр Грещук на канале «Левитов Чес», когда конструировал идеального шахматиста, включил его в число тех, из кого он вылепил образ идеального шахматиста. То есть Дима очень серьезный позиционный игрок, но понятно, что с утра ему было играть непросто, потому что шахматисты вообще предпочитают играть вечером. Вот. С4. Этим ходом он не дает мне сыграть волжский гамбит и в значительной степени сужает мои возможности. Ход Ж6, конечно, наглый. Конь С3, слон Ж7. Я надеюсь, что он пойдет конь Ф3. Надеюсь. Он так не пошел. Е5, Д4, потому что здесь после ЕД конь Д4, конь С6. Вроде бы у черных просто лучше. Вот. Сыграно Ж3. Тут я не выдержал. Решил, что пора играть С5. Слон Ж2, конь С6, Д3, Д6. Симметрия. Многое зависит от того, что сделают белые. Иногда они играют вообще сразу прямо здесь. Х4. В этой партии последовала Ферзь Д2. Ход тоже возможный. Белые. Ну, план белый кристально ясен. Б3 и слон Б2. То есть слоном нейтрализует слона Ж7. Минусы тоже очевидны. Ферзь на Д2 стоит неудачно. А слона Ж7 я могу вырезать ходом Е7, Е5. Поэтому было принято, раз уж мне придется ставить пешку на Е5, было принято решение идти в атаку на королевском фланге. Х5, Х4. Ну и вскрывать линию Аш совершенно бессмысленно здесь для атаки. Потому что ладья А8 на Х8 вряд ли дотянется. И поэтому Аш3. Куда бы слон не отступил, координация белых фигур будет серьезно нарушена. Поэтому Дмитрий принимает принципиальное решение. Он этого слона просто сдает. И идет разменивать слона Б2. К сожалению, Е7, Е5 играть нельзя. Я так не пошел. На Е5 последует Ф4. И слон Б2 работает на полную мощь. Пешка Ц5 подвисает. При этом разменивать чернопольных слонов черные тоже не имеют права. Поэтому принято решение сыграть Ф6. То есть я не знаю, что тут у нас с компьютерной точки зрения в плане точности. Я объясняю просто, почему я принял то или иное решение. Ф4. Ну, черным надо получать какую-то контр-игру. На королевском пока что у них активные возможности иссякли. Поэтому пытаемся прорваться на Ферзиум. А5. Может быть даже не столько желая сыграть А4, сколько не давая белым при случае сыграть Б3-Б4. Конь Ф3. Белые развиваются. Ну, и я тоже решил, что пора. Рокировка. Ну, чем мы хуже. Конь Ф2. Конь Ф2. К сожалению, пешка Х3 нуждается в защите. Черным надо считаться даже с такой игрой, как Король Х1, Конь Ж1 и Конь бьет Х3. При этом движения в центре приведут однозначно к появлению новых слабостей. Тем не менее, ход Конь Ф2 меня немножко порадовал. Я решил, что здесь можно... Раз Конь ушел из центра, можно позволить себе игру на фланге. А4. Понятно, что раздваивать пешки никто не будет. Б4. Это черные, конечно, мечтают, чтобы белые так пошли. Но, конечно, не фиг дождетесь. Е4. Теперь надо считаться и с Е5, и с Конь Х4 и Ф5. Поэтому срочно идем нападать на пешку Б3. Ну, и понятно, что здесь белым надо было играть максимально энергично. Как-то типа Конь Х4, Король Х7, Ф5. Но, на мое счастье, Митя здесь немножко промедлил. Он сыграл Ферзь С2. И после Конь Х4, вместо обязательного уже ответа Конь Д1, сохраняя побольше фигур, не пуская на Х4 никого, кроме лошади, которая там расположена, и которая никуда не может в поле Х4 уйти, к сожалению, Дмитрий разменялся на Ж4, и у черных сразу стало лучше. То есть, слон А1 зарублен. Коль Д2 упирается в пешку Б3, не имеет ни одного опорного поля. После слон С3, ладья А8, черным выгодны любые размены, потому что слон Ж7 легко активизируется через поле А6. Плюс у белых слабы пешки Д3 и Б3, и на них в любой момент готов напасть слон с Е2 или с Д3. Ферзь Б2, Ферзь А7. Я совсем не возражаю против всех разменов. Король Ф2. И здесь движок мне Ческомовский сообщает, что удивительная Ферзь Д7 с идеей... Ну, понятно, что человеку такие ходы сложно находить, это геометрия. С идеей переброски Ферзя на Ж4 практически прибивает белых молниеносно. Я сыграл слон А6, ладья Ж1. Здесь тем более Ферзь Д7 очень сильно. Но я сделал более понятный по-человечески ход. Ферзь А2. Любые размены, опять же, выгодны черным, потому что у белых проблема с защитой пешки Ф4, а также пешек на Ферзьевом фланге. Ферзь С1. Белые поэтому уклоняются. Но теперь их король попадает под удары по центру. Ходом Ф5 я защитил слона Ж4. И уже грожу взять на Ф4 два раза. Е, Ф, Ж, Ф. Это обязательно. Ф, Е, Д, Е. К сожалению, для белых пешка Е5 неприкосновенно, потому что я съем на Д2. А на ладья Е1 находится очень логичный ответ Е4. Висит пешка Д3. Но, на мой взгляд, еще более опасно угрожает ладья АД8. Ладья Д8. И черные продавливают линию Д. Последовало ДЕ, ладья Д8, ладья Е3. Но, конечно, черные не для того. Все это затевали, чтобы перейти в позицию с лишним качеством и возможной контр-игрой противника по черным полям. Ладью. Слона А6 за ладью мы, конечно, не жертвуем. Просто ФЕ. Угрожает шаг на Ф8 и съели ладью. Ее надо заищать. По-моему, Комп не рисовал здесь вот Чискомовский, что... Я после партии чуть-чуть гляднул. Вот. Что были какие-то убедительные выигрывающие ходы. Типа Слон А5. Но мне такие, конечно, в голову не приходили. Мне кажется, что Слон Ф3 вполне естественно. Белые полностью запотованы. И после король Ж1, ферзь С2. С ходами у них огромные проблемы. Ладья бьет Ф3, если честно, я зевнул. Но зевнул удачно, потому что после ладья бьет Ф3, Слон бьет Д2. Позиция черных совершенно выигранная. Тяжелофигурный Эншпель. Кто атакует, тот побеждает. Ладья Ф2. Единственная защита от ладья Ж2 шаг. То есть черные не хотят взять ладью, не хотят дать мат. Ладья Ж2. Король Ф1. Ладья Ж1. Король бьет Ж1. Давайте покажу. Ну, в общем, на условное ладья Ф4. Стоп, на условное. Б4. Черные не хотят взять ладью из-за вечного шаха. А хотят дать вот такой мат. Ну, король Х1, понятно, взяли на Х2. Здесь вроде менее понятно, но тоже. Поэтому ладья Ф2 ходить надо. Ну, и теперь Е3. После ладья бьет Д2, ферзь бьет Д2. Белые сдались. Потому что брать ферзя нельзя из-за ЕД. И черные проводят нового. При этом угрожает ферзь Ж2 мат. А на ход ферзь Ф1. Вроде единственная защита. Последует просто Е2 и Е1 ферзь. То есть ни одного шаха голому королю черных белым не удается поставить. Ну, и важно, что ферзь бьет Е3. Проигрывает. Проще всего из-за ладья Д1 и на ладья Ф1, ферзь Ж2 мат. Ну, ферзь Д1 тоже можно. И потом ладья Ж2 шаг. И ферзь бьет Ф1. Вот. То есть, первую партию удалось выиграть. Я воспрял духом. Но, как бы, помнил, что белыми я набросился на Романа Кезина в Сицилианочке. И это вышло мне боком. Вчерашний день я помнил. Поэтому, когда Илья Илюшонок сыграл со мной славяночку, я решил, что ферзь С2, ДЦ, Е4 я с ним играть не буду. Тем более, что я так играл с ним в классической партии один раз. И чуть было не победил. Но, ясно, что после этого Илья мат часть подтянул. А что еще делать? Конь С3 играть не хотелось, потому что, ну, там реально очень боевые позиции возникают. И я решил просто отдохнуть. СД, СД. Конь С3, конь С6. Слон Ф4. Конь Х5. Слон Д2. И здесь я предложил ничью. Или я немножко подумал, но оснований играть на победу здесь у черных нету. И он согласился. Можно меня критиковать за это, но вы не забывайте, что я уже ветеран. Мне уже 50. То есть, понятно, что когда-то так играет шахматист, который растет и хочет стать чемпионом мира среди взрослых. Ну, за такую игру, конечно, надо бить по рукам. А меня, пожалуйста, не надо. Я только чемпионом мира среди ветеранов хочу стать. Вот. В следующем туре я играл с Никитой Афанасьевым черными. И партия получилась какой-то совершенно непонятной. Когда-то я его обыграл на Часкоме в титульном вторнике в английском начале. И я надеялся, что он пойдет в С4, ну, хотя бы здесь. А он пошел кольца 3. Этого хода я вообще не понял. Сыграл конь С6, Д3. Ну, думаю, пойдут Д6. После Е4 у нас стандартная позиция для закрытого варианта с целянки. Ну, она не то, что лучше учебная. Она примерно равная, сложная, с взаимными шансами. Закрытый вариант с целянки я, в принципе, готов играть. Вот. Ну, он пошел Е3. Этот ход меня сильно озадачил, но ненадолго. Рокировка Д4, слон Ж4. Если белые теперь сыграют Д5, то после конь Е5 им очень непросто избавиться от связки. При этом черные в любой момент могут на Ф3 разменяться. Слон Ж7, стреляющий по большой диагонали, конечно, великолепен. И обещая черным отличную контр-игру, несмотря на то, что у них похуже в центре, меньше пространства. Поэтому H3 с удовольствием взял на Ф3, побил СД и пошел Д5. Что мы видим? Разменный вариант защиты Каракан. Да, слон на Ж7 расположен странно. Но, в то же время, калсбатская пешечная структура обещает черным легкую игру. Е6. Несмотря на то, что у белок преимущество двух слонов. H4 он пошел, но H5 он сыграть не хочет. Я могу просто взять. Причем взять конем, чтобы зависла пешка Д4. И в случае слона H5, GH, если пешку Д4 заезжать, то я еще сам сейчас организую здесь лишнюю пешку. Ну или сначала нападу на Д4 как следует. И только потом организую лишнюю пешку, проходную на королевском фланге. Пойду король H8, ладья Ж8 с удовольствием. То есть H5 не грозит. Ход H4 меня порадовал. Конь Е2. Ну думаю, в караканской пешечной структуре надо ввести атаку пешечного меньшинства. И ждать, когда белые сыграют А3, думаю, вот нет смысла. Конечно, можно было пойти ферзь Б6 в этой позиции. Такой классический ход на А3, А5. В случае Б4 черные готовы сыграть Е5. Но пока можно, кстати, пойти ладья Е8, усиливая эту идею. То есть белый коль до Ц5, скорее всего, просто не дойдет. А в этой конкретно позиции Б4 вообще нету, потому что мы просто заберем эту пешку. Вот. Связка есть. А раз Б4 нету, ну белым надо будет сделать какой-то ход. Вот, неважно, слон Е3, слон Ф4. И после Б4 у черных очень такая понятная игра. Впрочем, белые, наверное, тоже могут сыграть С4. Взятия на С4 нету из-за Д5. Ну, в общем, получилась бы совершенно другая партия. Но, кстати, с очень похожим рисунком. Вот. Я решил пойти Б4, чтобы не было лишних разменов на ферзевом фланге. И, естественно, получил С4. Этот ход я видел. Поэтому сыграл ладья С8. Это было, как бы, подготовлено заранее. И на ферзе А4, естественно, на ферзе А5. Разменяли ферзей. Ну, ветеран уже важный ферзей разменяет, чтобы мат не получить. Чтобы не попасть под атаку. При ферзях меня, как Рома Кейзин замотовал, вы видели в предыдущем ролике. Вот. А здесь ферзей нет. И замотовать меня чуточку сложнее. Заищенная проходная пешка С5 фигурами белых никак не поддерживается. Пешка Д4 отсталая. Нуждается в защите. И все время белым надо считаться с тем, что черные проведут Е5. И отнимут на Е5 и на Ц5. То есть, как по мне, игра черных, она более легкая. Но я не уверен, что я играл правильно. То есть, ладья Д8, совершенно непонятный, странный ход. Конь С4. Понятно, что место коня на С6. Дальше умелыми действиями меня переиграли. И оба моих коня оказались, которые сейчас с виду активны, очутились в своем лагере. То есть, ну, Ф5 я подкрепил коня Е4. Его, естественно, прогнали. Коду Ф3 я порадую. Порадовался, потому что теперь могу проводить Е5. Вроде как, меньше заботясь о пешке Д5. Но, чтобы провести Е5, конь нужен не на С4, а на С6. И поэтому на Б3 я, конечно, повел коня на А5, а вовсе не на А3. Потому что, заманчивая конь А3, мне показалось очень опасным. Пешка начала двигаться. Слон Ф4. Монстр. Стреляет по такой важной диагонали. Ладья идет на С5. И, как бы... В общем, здесь мне было страшно за свою позицию. То есть, понятно, что слон Ж2 не работает. А слона Ж7 я в игру включу. Типа слон Ф8, слон Д6. Но вот считать, насколько здорово я тут... И не быстрее ли белый слон через Ф1 начнет терзать мою позицию, мне не хотелось. Поэтому конь пошел на С6. Он давит на пешку Д4. Позиция, я думаю, примерно равная. У черных хоть и не получилось создать контр-игру, но слабость на Е6 неуязвима. Да, слона на А6 я не пустил. Хотя, конечно, вместо коня Б8 на Д8. В дальнейшем мне удастся его туда перестроить. А6, ну, я на всякий случай показываю, что не прочь пойти в какой-то момент Ж5. Прямо сейчас это не грозит. То есть, пока что, поэтому поставил ладью на Б7, чтобы белые даже не думали сыграть А3. Ну и Ж4. На мой взгляд, белые могли еще немножко подождать с этим ходом, но без этого хода им играть на победу сложно. Слон Ф6. А я не возражаю против размена на Ф5. Ну и опять же, я не проще увидеть ход Х5, потому что после Ж5, конь Е2, Ф4, слон Ф2, черные не рискуют вообще ничем. То есть, королевский фланг наглухо заперт. На ферзе вам белые прорваться не могут. Слон Ф2 явно потупее слона Ф6. Есть только один недостаток в позиции черных. Они никак не могут прорваться на ферзевом фланге. То есть, тоже. Ну, скорее всего, просто ничья. Ну, Никита молодец. Он играет на победу. Считать слон бьет Ж5. Ну, я посчитал немножко. Конь бьет Д5. Слон бьет Е3. Конь бьет Е3. И понял, что это явно в пользу белых, потому что конь готов отправиться на Д6. Пешка Д4 готова встать на Д5. Слон Ф1 начинает работать. Поэтому просто увел слона на Ж7. А потом начал перестраиваться. Значит, слон Ф8. Ну, слона все равно придется держать на Ж7. Это потеря времени. Слон Ж... Да, надо было сразу играть конь Д8. То есть, надо перестроить коней. Вот. Почему этот конь должен быть на Д8? Потому что его место на Е6. Потому что у меня контр-игра связана с получением проходной пешки Д. Для этого надо провести Е5, Д4. Ну, а конь с Е6 будет поддерживать пешку Д. И помогать при случае... Нападать на Ц5. И помогать пешке Ф. Никаких шахов на Х7 пока не грозит. Мы просто сыграем слон Ф2. Ну, слон Ж7. И что очень важно, опять же, если белый поставит коня на Ф4, то пешка Е6 не висит. Ее надежно защитила лошадка Д8. Король Ф2, слон Ж7. Король Е1. А вот тут я уже понял, что выиграл. То есть, я не знаю, что говорит железо. После ладья Б5 я был уверен, что... У меня великолепная шанса на победу. Конь С1. И происходит то, о чем я говорил. Е5. Взяли. Грозит слон Ж3 шаг. Вилочка. Теперь... Выиграли пешку. Защитили на Д5. А на ладья Х7 я просто ушел слоном на Ж7. Обратно. Ну и после конь Д3 защитил пешку Б4. Прогнал. Ушел от конь Е5 шаг. Прогнал ладью. И так у черных лишняя пешка. Но реализовать ее очень сложно. У белых два слона. И позиция стала вскрываться. То есть, при случае... Вот одна неточность со стороны черных. И выяснится, что я комментирую не в том ключе. То есть, белые грамотно заманили противника на вскрытие игры. И... Умелыми действиями доказали, что два слона это сила. Я пошел ладья Б7. Слон Ж2. Защитил пешку Д5. Она очень важна. Это проходная. Ну, после конь бьет... Ход конь бьет Б4 был для меня небольшим шоком. Потому что я был уверен, что уже эту-то пешку я никак не потеряю. Ну, из плюсов я нападаю на пешку Ф4. Конь отправляется на Е4. При этом пешка Д пошла вперед. То есть, у черных в качестве компенсации за преимущество двух слонов у противника есть очень сильная проходная пешка Д. Слон Ф1. Ну, слона надо вытаскивать. Место короля на Ж7. Он там стоит очень надежно. Никто на него напасть не может. Конь Е4. Вдруг зевнут вилку на Ф2. Никто не зевает. Ладья Ц7. Оживляю слона. Хочу пойти где-то слон Д6 или слон Ц5. Напали на Д4. И я сыграл слон Ц5. Не исключено, что точнее слон Д6. Но и так неплохо получилось. То есть, белые же хотят играть активно. Слон Е1 вообще у них не работает. И Никита здесь сыграл Б4. На мой взгляд, это грубая ошибка. Потому что черные забрали пешку Ф4. И что очень важно, неизбежно теряется пешка Ж5. После слон Д3 важный промежуточный ход. Напали на ладью. И пешка Ж5 потерялась. То есть, у черных две связанные проходные пешки. При этом слабость на А7 защищена. Осталось проявить аккуратность. То есть, позиция с хорошими шансами на победу. Я не могу утверждать, что она выигранная. Но в цикноте мне оказалось достаточно... Ну, мне удалось, в общем, справиться с трудностями. После король Е2 слон... Ну, у слона ходов нет. Ф4, к сожалению, играть опасно. Из-за ладья Д6. И слоны на пустой доске начинают добираться до моего короля. С ладьей вместе. Поэтому слон Б6. Ладью временно зарубили. А4. Ну, тут, к счастью, нашлось ладья Е7. Связал слона. И мои фигуры ожили. Где-то здесь, я уверен, у меня должен быть... Какой-то простой, легкий выигрыш. Ну, вот, например... Для меня загадка, почему я не сыграл Ж4 с идеей ладья Ж1 мат. Может быть, слон С5 не понравилось. Вот. Я пошел конь Х4. Король Х2. Слон Ж1. К счастью, для черных нет хода король Х3. Из-за ладья Е3 и слон Ф2. То есть, матовая атака не прекращается. А при этом слона белые теряют. Поэтому приходится играть король Х1. Тут меня посетил глюк. Я дал шаг на Е3. В полной уверенности, что матовая путем слона Ф4, король Х3, ладья Х1. Вот, если бы такое произошло... Я вообще не понимаю, смог бы я хотя бы ничью сделать, шокированный тем, что пешек стало поровну, допустим. Пешка Ф, конечно, может и пройти. Но, скорее всего, нет. Вот. Ну, вовремя заметил слона и понял, что его надо разменять. Слон Д6, ладья Д6 и пошли королем вперед. Ладья Ж1, ну, не знаю, может быть, Ф4 было не хуже, а может быть и хуже. То есть, у меня была задача не дать ему серьезно напасть на короля. По-моему, после Ф4 мне не понравилось, что висит ладья. И вот куда бы она ни пошла, слон Е2, шах, и Ф3 не закроешься, висит ладья, а на Ж4 он ставит шах и ЕС на Ж4. Вот, то есть, ладья Ж1, поэтому мне кажется нормальным. Естественно, на первый ряд белым отходить неохота, пешки черных готовы идти в этом случае с матом. А король Е3 позволяет пешкам двигаться с шахами. Напал на Б4, в случае Б5 последует шах и съел, готов съесть на А4. А на ладья Д4 мне понравился ход король Ж4, который я сделал. Б5, конь Ф3 и ладью не так просто убрать. На ладья С4 будет конь Д2, вилка. На ладья Д5 вообще будет мат в центре доски. Поэтому ладья Д7. Ну, мы просто защитили пешку А7. И если слон Е2, то просто сыграем король Ж3 и Ж4. После король С5, король Ж3, пешки пошли вперед. Коль все защитил и приготовился, во-первых, помогать пешке встать на Ф1. А во-вторых, перекрыться в случае чего с поля Ф3. Вот это, во-вторых, сейчас очень сильно мне помогло. Ладья А3, слон С4, ладья С3. И белые сдались, потому что нет защиты от ладья Б4, король Б4, конь Ф3. И черные проводят Ферзе. Ну, как бы повезло. Следующую партию я шел на следующую партию против Владимира Захарцова. Уже более полный оптимизма. Но, тем не менее, помня, что все очки в этом турнире я терял белыми. То есть, проиграл и сделал две ничьи. И я шел делать ничью белыми. С целью, чтобы потом просто черными, боевым цветом, которым выиграл до этого все партии, выиграть. Вот. И после кони Ф3, я играю белыми еще раз. Мой противник сыграл С5. С4, английское начало. И здесь, на мой взгляд, не самый удачный ход Ж6. После Е3 черные вынуждены играть кони Ф6. И возникает вот такой вот вариант. Д5, СД, конь бьет Д5, ферзь Б3. У черных два хода. Е6 и конь бьет С3. На конь бьет С3 последует слон С4. Е6, БЦ. Теперь на слон Ж7 будет слон А3 неприятное. На Е7 слона ставить тоже не хочется. Надо считаться с А4, А5. Позиция белых очень инициативная. А если пойти Е6, здесь есть очень много веток с форсированной ничьей. Тем не менее, позиция боевая. Вряд ли бы я что-то вспомнил. Можно считать, что мне повезло. Черные сыграли слон Ж7. После Д4 угрожает Д5. После кони в 6 черные хотят сыграть Д5 и получить хорошую атаку по нову с переменой цвета. Поэтому Д5 вынуждена. Конь Б8. Ну вот эти позиции, на мой взгляд, являются очень опасными для черных. Белые захватили пространство. Примерно как в системе Мороци. Вот, с пешкой на Е4 была бы система Мороци. В ней очень часто белые размениваются на Д5, прыгают конем на Д5. И после размена по ЕД получают вот такую структуру, но без пары коней. То есть, без коня белых и без коня черных. То, что эти лошади остались на доске, явно выгодно белым. Потому что их фигуры легко находят за вот этими пешками С4 и Д5. Отличные поля. Конь С5. Черные хотят разменять по лошадке, поэтому мы им этого не позволяем. А5. Это чтобы коня не согнали. У черных вот есть одна хорошая фигура. Это конь на С5. Б3. Ну, не знаю, Б3 насколько необходимо. Но в планах белых. А3, Б4 и коня С5 выгнать. Чтобы на А3 не последовало А4, ход Б3 полезен. Слон Д7, А3. Я собираюсь сыграть ферзь Д2 и слон А6. Вот, чтобы не считаться со слон Ж4 или с конь Ж4, была поставлена пешка на А3. Ладья С8, ладья Б1. Ну, хода Б5 у черных нет. Им надо придумывать какой-то план. В случае ферзь Б6 теперь будет А3 со страшной угрозой Б3, Б4. Слон Ф5 ходить, конечно, не хочется. Потому что белые просто возьмут на Ф5 и пешкой Ф5 постоянная головная боль у черных теперь будет. Поэтому он повел коня на С7. На мой взгляд, это план очень медлительный. Вот я говорю, что размены фигур здесь выгодны черных. Черных. Но у них есть очень сильный слон на Ж7. Его, конечно, белые должны попытаться уничтожить. Вряд ли. Ну, может быть, стоило вообще слон А8 сыграть. Сохранить единственную фигуру, которую невозможно оттеснить. Сильную. То есть не исключено, что слон А8 здесь просто сильнее отдать просто качество, чем то, что последовало. Ладья Б8. Мы разменялись. И А3. Я хочу провести Б4. И Б7, Б5 черных от этого не спасают. Коня на А6 загнали. И создаем проходные. Если черные съедят на С4, мне казалось, что я могу просто пойти в наглую Б5-Б6. Если конь уйдет, то С7. Шаг. Съел на С4. Слон против двух пешек. Объективно позиция должна быть выигранной. Если черные, допустим, играют конь Б3. То Б, С. Ну, ферзь бьет С7 играть просто глупо. Тут из-за ферзь Д5 и пешку С4 я потом съем. После конь Д2, СБ, ферзь. Меняться на Б8 черные вроде вынуждены. Грозит С7. Ладья Б8. Ну и здесь после ладья Д1 висит конь. Угрожает. А, кстати, по-моему, я собирался С7 играть. Кстати, не уверен. Есть еще ход С7. На ладья С8, конь Б5. Пешка защищена. И черным придется уничтожать слона Ф3, а не ладью Ф1 во избежание слона Б7. Да, по-моему, я так и хотел. Нападать надо. Я защитил. И вот грозит слон Б7. То есть черным не до того, чтобы взять ладью. А здесь, ну, я как-то, наверное, смогу справиться с пешкой С4. То есть как-то надо... А, ну, наверное, просто ладью на А7 закину. Да, и приведу. На Б7 и на Б8. То есть король сейчас придет в квадрат, ладья попадет на Б8. Или на Д8. Е6 нельзя играть из-за ладья А7 и конь Д6. То есть надо как-то ввести короля. А короля не удается привести из-за шаг. И ладья куда-то... А, нет, удается. Ладья Б8, король Д7. Ну и ладно. И даже эта позиция у белых легко выигранная. Потому что конь потом... Ну, черным придется рано или поздно двинуть пешку Д или С. Вот, скажем, даже после Ф4. Ну, проще... Нет, лучше, наверное, король Ф1. И потом я с этими пешками легко справляюсь. Лошадь. Вот. Ну, последовало Е5. Мне понравился ход слон Е2, который я нашел. Теперь коня на Д4 не пускаем. Но здесь я как-то расслабился. И решил забрать коня А6. На самом деле, позиция должна выигрываться как-то очень легко. Надо условно поставить ферзя на Е3. Вот. Пешку на Ж3. Чтоб коль на Ф4 не пришел. Если коль встанет на Ф4, то сыграть как-нибудь король Х2. Потом Ж3 выгнать. И уже затем заниматься проведением пешек, ловлей коня А6. Вот. Я решил, что надо пойти сразу ладья А1. Если честно, зевнул ход ладья Б6. Пешка Б4 висит, поэтому я не могу сыграть ферзь Е3. Может быть, стоило просто взять на А6. И отойти. Ну, условно говоря, как-нибудь вот взять. И отвалить лошади. А на конь Д4 на все плюнуть пойти Б5. Все-таки у белок такой склад пешек. И далеко продвинутых, поддержанных лошадью. Но тут, в общем, я боялся продешевить. Защитил пешку Б4 зачем-то. После Д5 слон бьет Д5. Конь Ф4. Я подозреваю, что где-то черные могли сделать ничью. То есть сильный ход ладья бьет Б5. СБ ладья бьет Д5. На А6 бить надо. Ферзь Ж5 грозит мат в один ход на Ж2. Ферзь Ф3. Ферзь Х5. Ну, на ладья Д3 вроде бы пока что есть ферзь Ж4. И от всех угроз отбились, а пешки идут. А где же тут Аркадий говорил, что была у него ничья? Ладья Е1. Неужели здесь ладья Д3 был ход? Но я не уверен, что это ничья. Потому что ферзь Е4 висит на Е5. Если конь бьет А3, ну просто отошел. Ну, куда угодно. Давайте. На А2 отойду. Висит на Е5. Висит конь. Не знаю. В общем, я оценивал, что позиция совершенно выигранная. Веду ферзя. На ладья Д3. Конечно же, ферзя с удовольствием отдал и провел второго. Ф3. Можно было пойти ферзь Б7. Ферзь бьет Ф3. Отдать еще одного ферзя. Там А7, А8 провести. Но я обнаружил, что могу поставить ферзь Ж3. И все защитить. А вот после Ф4. Этого ферзя отдаем. И ведем еще одного. Здесь Владимир сдался. Потому что сейчас будет две лишних ладьи у белых. И еще пешка Б готова стать ферзем. Партию, конечно, он провел не очень хорошо. Но я не удивлюсь, если комп подскажет, что я где-то выпускал. Так. Ну и в последнем туре Павел Андреевич Панкратов. Значит. Как потом выяснилось, ничья с Павлом Андреевичем давала мне. Второе место. Ну, то есть. Что это значит? Сейчас вам скажу. То есть так я занял седьмое. В финансовом плане это 150 тысяч вместо 50. То есть. В какой-то момент. Я сыграл неудачно. И разорвал 100 тысяч. В какой-то момент была возможность зацепиться за ничью. Ну, тем не менее. Результат закономерен. Павел Андреевич реально профессионал. Очень хороший шахматист. И в Каракане я, с вашего позволения, не буду вдаваться в тонкости вот этого варианта. Мне казалось, что у черных здесь полный порядок. Сходную позицию я когда-то играл на Аэрофлоте. На Аэрофлот Опене. На Блице Аэрофлот Опена против Сергея Корякина черными. И стоял подавляющий. Ну, близко к подавляющим. В какой-то момент. Ну, 3 плюс 2, сами понимаете. Все, кто видел титульный вторник, догадываются, что у меня там затряслись руки в какой-то момент, и я начал зевать. Ну, потому что времени мало осталось. Вот. Ну, кстати, Сергей там тоже молодец, проявил свои лучшие качества. То есть, играл здорово. Вот. Ф4. Конь Е7. Слон Е4. Ну, может быть, не слон Е4. Может быть, надо уже Ф6 играть. Или еще как-то. В общем, после слона Е4, конь Д4. Надо считаться с ходом конь Б5. Пришлось играть А6. И вот, как это не печально для черных, они не могут сыграть Ф6, потому что висит пешка Е6. Приходится ходить конь Ф5. И после слона Ф2 не возьмешь на Д4. Ну, то есть, может быть, нужно было бить на Д4. В случае ЦД есть игры, связанные с Ферзь Б6, с ладья Ц8. Но он бы, конечно, взял слону. И, к сожалению, мне кажется, что Ф6 там не пойдешь. Я пошел ладья Е8, конь бьет Ф5. Ну, здесь, конечно, был интересный ход ЕФ. Мне он не понравился, потому что... Я не... Ну, как мне казалось, ничего не успеваю. Слон Е4 красавец, но... Мат на Ж2 он один поставить не может. В крайнем случае его разменяют. Тем не менее, может быть, вот эта структура более жизнеспособна для черных, чем то, что я получил. Потому что после слона бьет Ф5, ладья Ц1, я совсем приуныл. То есть, угрожает С4. Причем Павел играл очень быстро. Чувствовалось, что ему эта позиция знакома. Он ее анализировал. Ну, я же говорю, профессионал. Вот. То есть, реально поймал на вариант, на понимание важных тонкостей одного из актуальных вариантов. К счастью, мы с ним после партии пообщались. Он рассказал мне, какие есть идеи у черных. А я с вами, извините, не поделюсь. Вдруг кто-то захочет меня еще раз поймать на это. Вот. Ладья Д8 ходить надо, чтобы просто не бояться хода Ц4. А теперь Б4. То есть, он хочет поставить пешку на А5, слона на Д4. Разменять белопольных слонов и дать мне мат на королевском фланге. Поэтому я считал, что Ф6 играть обязан. Но теперь слон встал на Д4. Он стреляет вообще по всем полям, по каким можно стрелять. То есть, вот эта позиция, к сожалению, у черных нехорошая. Я этого еще не понимал. Мне казалось, что слон Д4 красавец. Но у меня же есть поле Е4. И повел ферзя матовать его на Ж2. Ход ладья ЦЕ1 должен был заставить меня чуточку хотя бы призадуматься. Потому что слон Е4 ход шаблонный и совершенно неправильный. Нужно было срочно вести коня на Д6 с идеей слон Е4 и конь Ф5. То есть, вот здесь слон Е4 и конь Ф5 это уже идейно. Потому что отнимаются поля по третьему ряду у ладьи. Почему это важно? Давайте посмотрим партию. То есть, партия, на мой взгляд, со стороны Павла Андреевича до определенного момента просто позиционный шедевр. Значит, аж 5 ход. Это от глубокого непонимания этой позиции. То есть, я хода ладья Е3 в упор не видел. Когда ладья встала на Е3, я понял, что Х4 я сыграть могу. Но последует ладья Х3, ферзь Ф2. Ладья бьет Х4. Эта пешка исчезнет. Ну и черный король совершенно голым оказывается. Удалось заставить себя вернуть слона на Е4. С Е4 верни на Ф5. Прикрыть пункт Ж7. Но, к сожалению, теперь с пешкой Х5 проблема. Грозит ладья Ж3. Подвисает на Ф6. Конью идти не может. Висит на Д8. После слона Ж4. Мне удалось найти переход в Эншпиль всего лишь без пешки. И тут я понял, что у меня появились шансы при случае даже на победу. То есть, ладья С8, я уверен, что Павел Андреевич подзевнул. Времени у меня тут я уже играл на добавленных секундах. Но их добавлялось целых 5. Это вам не титульный вторник, где одна добавляется. Удалось съесть на С3 и пойти до 4. И вот этот момент очень важный. После ладья Ф3. Если черную сохраняют пешку Д4. А я ее сохранял легко и даже изящно, как поет Юта. Ходом конь Е2 шаг. Я пошел конь Е4 и просто остался без нее. А ведь обычная конь Е2 шаг. На король Ф2 или король Ф1. Неважно. Ладья С2. Сохраняет вроде пешку Д4. Ладья готова при случае на Д7 отправиться. Если белая ладья встанет на Д3. После ладья Д7 там еще в конь С1 надо считаться. Ну, в общем, может и это, конечно, было недостаточно. И этого недостаточно, да. Но я-то сыграл конь Е4 и сразу остался без пешки Д4. В общем, шансы черных были именно в пешке Д. Ну, тут я уже смирился с тем, что я не выигрываю. Вот. Ну, думаю, ладно, надо активизироваться и сделать ничью. Важный момент. Я во время партии после хода ладья Д2 начал себя корить за то, что не нашел конь Д5. После конь Д5 ладья Д4. Все-таки белая разменивают по одной ладье. Проводят Ф6. И объективно у них выигранная позиция. Удалось бы Павлу Андреевичу реализовать или нет, конечно, вопрос остается. Но давайте, так как шахматист реально хороший, примем версию, что удалось бы. Ладья Д2, ладья Ф2. Вот тут Павел Андреевич чуточку потерял нить игры. Ему показалось, что раз он разменял по ладье, то все, выигрыш уже достигается легко, почти автоматически. Ладья Б1, ладья А2, ладья Б7, ладья А4. И тут последовало король Ф2. 8 вопросительных знаков, так как после ладья Ф4 шах, куда бы ни пошел, король черные съедают на Ф5. И легко держат пешку Ж7. То есть, ну, легко ли они вообще держат позицию, это большой вопрос. Потому что до ничьи еще черным надо работать и работать. Пустая доска, слон великолепен. Пешку А черные потеряют. Но с другой стороны, на узком пятачке шансы на ничью очень высокие. И вот то, что я не нашел ход ладья Ф4, это, конечно, стоило, ну, 100%. Может быть, я бы эти 100 тысячи не потерял. И все равно бы, вернее, потерял. Даже после ладья Ф4. Но так были бы шансы. Ладья А2, король Ф3, ладья А3. Дал несколько шахов. Но здесь уже все просто. Да, пешку Ф5 я, наверное, заберу. А нет, не заберу. К сожалению, для черных король в матовой сети. Я хотел уйти король Х7 сначала. Но потом меня страшно напрягла неэстетичность хода король Х7. И, наверное, правильно. Потому что, ну, белые, скорее всего, просто не отдадут сейчас пешку Х3. Пешка А никаких опасностей не представляет. И при этом черным надо еще все время считать. Стоит отойти, да, грозит слон С5. И при случае белые готовы пешку Ж толкать дальше. Вот. Король Ф7, Ж4. Ну, и здесь у меня упал флаг. Я взял на Х3. Ну, смотрю, а времени нет. Вот. Ну, объективности ради, после слон С5 надо сдаться. То есть, конь не может отойти из-за мата на Ф8. Приходится давать какие-то шахи типа Ж5. Потому что после слон С5, конь Е8. Все равно следует Ж5. И нет защиты от Ж6 шах. И съели лошадку. Причем, видимо, с мат. Вот. Ну, что сказать. В целом, для меня турнир прошел очень неплохо. Неожиданно совершенно для меня. В первый день мне очень много подставляли. Как вы сами видели. Люди меня жалели. Ну, и первый день я никак не мог собраться. Потому что, ну, как-то очень грустно было, что я участвую не в турнире, организованном Максимом Анатольевичем, а в турнире его памяти. Но, тем не менее, девочки огромные молодцы. Челябинская областная шахматная федерация, которая тоже их поддержала, молодцы. Даня Дубов и вся команда чемпионов России по быстрым шахматам, парк, там, ну, Сити, парк, что-то, Таун, или как там называется. Извините, если неправильно называю вашу команду, которые пожертвовали свой первый приз на проведение этого турнира. Вы тоже большие молодцы. Всем огромное спасибо. Но, общее впечатление о своем турнире я запишу завтра отдельным роликом. Все, всем спасибо.